Всем привет! Сегодня мы идем в Белокаменную крепость или в Казанский Кремль. Очень ждем интересных впечатлений. А кто не смотрел наши предыдущие видео, обязательно посмотрите, там есть что посмотреть и будет очень интересно. В добрый путь! Барс-арена. У нас сейчас два объекта спортивного инфраструктуры. Любой мировой чемпионат может провести. Ни Сочи, ни Москва, ни Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Спасская башня, Таинская башня. Вот одна единственная улица, это сам древняя улица в Казань. По ней ханы, падишахи, цари, императоры, князья, кто только не проезжал. И мы сейчас с вами через бывший Спассо-Преображенский монастырь пойдем в мечеть, там у нас еще и мастер. Класс будет 9.45, затем выйдем, прогуляемся в северной части, с чего вся начиналась Казань. Напомню, вот здесь родник с водой был, к нему спускался тайный ход, подземный родник был взорван войсками Ивана Грозного и потом выбивал наружу. Но в советское время его засыпали. Поиски в 90-е годы были, хотели его возродить. Но вода ушла, задавил песчаную, вот где же дамба идет, вот она, Воскресенская башня, Воскресенье, Христовый храм, Преображение Господне, Преображенское. Так, вот здесь Дмитриевская башня, Дмитрий, а вот здесь, наверное, изобразили Дмитрия Солунского, но он же Святых. И Кафедральный собор, знаете, какого времени, 1560-го года. Да, храм каменный, каменные храмы, напомню, белокаменные, все время положено, только в Казани и Свияжске сохранить. Памятник, зодчим Казанского Кремля, пушечный двор, о военном деле поговорим, да, у нас же не только пороховой завод, еще пушечный двор был, литейный. А вот здесь, видите, тарелочка с вилочкой, вот здесь, например, четвертый подъезд, так называемый, здесь зайдете, лучший ресторан с татарской кухней. Ну, это ресторан, да, Чирям, Чирям, вот же, готовится к крестному ходу, вон там как раз идут все, сейчас. Облачение почему голубое? Потому что Богородичный праздник, да, и Казанское, летнее Казанское, говорят, почему-то синее или голубое. И Богородичный собор у нас Богородичный, вообще церковные историки, они отметили, что у вас вообще, как в Древней Руси, большая часть храмов Богородичный. Ну, коль Богородица, он почему на Руси? Это связано еще со славянским язычеством. Здесь очень многих известных казанцев хранения, не только здесь монахов, братьев монастыря. А вот за собором были похоронены святитель Гури и Варсонофия, их мощи были обретены, и вот мощи святителя Гури, это главное святение Богородичного собора, вообще Казанской епархии. Революция, вот он, церковь Николы Ратного, здесь находки из Болгара хранятся, изучаются, вчера вот и реставратора встретил, по металлу он как раз болгарские находки обрабатывает. Ну, а он чуть напоминает Кремль, Иван Васильевич меняет, да-да-да, в Ростовской Кремле снимали, но, тем не менее, конечно, они все, можно сказать, однотипные, вот внизу каморы, так называемые, ну, камеры, каморы, сверху стояли стрельцы, внизу стояли пушки, да, то есть это уже 16 век, огнестрел, как сейчас говорят, огнестрел, порох вовсю использовался, Зелье называли, поэтому, знаете, какой есть спуск в Нижнем Новгороде? Зеленский спуск, не в честь. Да, там в пороховой все говорят, что-то у вас какое-то название может переименоваться, нет, они говорят, нет, это историческое название, да, Зеленский спуск, Зеленский. Ну, Спасская башня, часы, это современные, а вот в старину стояли очень оригинальные, стрелки стояли, а циферблат вращался, да, вот такие оригинальные часы. Здесь в Спасо-Преображенском монастыре между Спасской башней и Преображенской. Вот, например, возле гостиницы «Кристалл», есть такие развалины, видели, да, не очень, конечно, красивый вид. Номера Соболева, вот его надгробие Соболева. Да, и видите, тут как уж выставку сделали, потому что кладбище снесли здесь полностью, ну, оно полностью исследовано было, довело здесь тоже работать. Тут шесть ярусов погребений и монахов, и купцов тут, а под ним еще и оказалось кладбище Казанского ханства. Вот поэтому где-то вот здесь справа стояло мечеть еще при кладбище. Пять мечетей упоминается Курбским в Казанском Кремле. Пять мечетей, да, небольшие были, ну, мечеть Кул-Шариф, сейчас и поговорим. Посмотрите, мечеть отсюда, тоже вид, все говорят, вау. Да, она, знаете, с любого ракурса, фотогенична, уж так, может быть, нехорошо говорить, но она фотогенична. Знаете, без этой мечети сейчас вообще представить Казань, Татарстан невозможно. Помню, Кремле и без этой мечети, этой мечети всего 20 лет. Ровно 20 лет исполнилось, да, летом этого года, в августе 2004-го. В 2000-м году в марте строительство мечети посетил Владимир Владимирович. Там есть фотография тоже будет. И видео-пехотное училище. В советское время школа красных командиров. В ней преподавал Василий Иванович Чуйков. И здесь музей-мемориал Великой Отечественной войны. Эрмитаж Казань. Музей, естественно, истории. Рекомендую всем. Там и мамонты, и папонты, и динозавры. И вообще есть зал, посвященный, да, как нефть произошла. Потому что главный спонсор музея, естественно, Татнефть. Как уж без Татнефти. Да, да, все говорят, такой музей шикарный у вас. Конечно, я говорю, спонсор. Повыше 4 по углам. Там мечеть, видите, ориентирована на Неку тоже. Месяца указывает. Как внутри, так и снаружи. Даже, ну, эпитетов не хватит. Просто все сами видите. Она очень гармоничная. Кто на вечерний был, видели, да, с подсветкой. Зеленый, конечно, зеленый. Почему цвет ислама? Вот вы идете по пустыне. Все, у вас уже все высохло. Видите зеленую полоску на горизонте. Что? Там жизнь. Там вода. Оазис. Все? Цвет жизни, цвет ислама. Зеленый же. Зеленый цвет, он у нас просто глаз еще воспринимает хорошо. Голубой. Те, говорят, что-то он перекликается прямо с собором. Да, не без этого. Прямо напротив Благоведческий собор с голубыми куполами. Богородичный храм. Те, говорят, здорово придумали. У вас все порвало, дружно прямо. Фарточки здесь не нужны. Мы с вами поднимемся на верхний ярус. Паскографируемся и спустимся вниз. Ну, а пока посмотрим и вестибюль второго уровня. И под углом 45 градусов еще один квадрат. И, конечно же, если убрать минареты, сделать такую меховую опушку, получится знаменитой казанской шапкой смотреть. Мы под одним из угловых минаретов поднимаемся с вами. Тюльпановы видели белые мечети здесь. Вон окна в виде тюльпанов. Медальон из тюльпанов. И вот в круглых медальонах, опять же, внутри тюльпанов, 99 имен Аллаха. Эти имена повторяются и под опорным кольцом. То есть здесь два раза. На самом верху сура Алихлас, искренность. Небольшая, 112 сура Корана. Всего их 114 глав. И вот эта люстра, две тонны. Чтобы эту люстру, например, опустить, почистить, помыть. Вот здесь такие есть технические вот эти выходы. Видите, балкончики, вот эти дверки. Да, тут целая система тросов такие, помню, мы застали. Ну, так сложно. Это спецзаказ из Чехии, богемское стекло. Сам по себе, да, даже люстра здесь. Внизу и мужской зал, чуть повыше балкончик женский. Мехрамная ниша в медальонах. Он на тарелочках вот этих медальонах. Аллах и Мухаммад, посланник его. И минбар. Видите, где микрофон? Ну, по сути, олицетворение трона, на котором седал. Пророк Мухаммад. И вот нижний зал имена пророков украшает. Ну, не только пророков. Имя Марьям есть. Марьям, то есть Мария. Это одна из великих женщин, так по исламу. Дева Мария, как еще называют, или Богородица. Это в России, на Руси. Сегодня вот Богородичный праздник. Голубой цвет. Присмотрите-ка внимательно. Видите ли вы виноград? Я вот вижу. Вот он, виноградная лоза. Виноградная лоза что еще украшает? Иконостасы, да? И синагоги украшает. И, наверное, человек в райских садах, где произрастает виноград. Да, то есть здесь не просто для красоты. Здесь все очень фаллические паруса. И вообще мечеть, кажется, легкая, да? Такая воздушная, не тяжелая какая-то. Вообще, там и книги лежат. Мечеть ведь это еще и образовательный центр. Можно прийти просто посидеть там. И часто спрашивают, а где же молящиеся? Где же священники? Где же это? А нет, обеденный намаз 12 часов только будет. То есть мечеть закрывает на время намаза. Но мы находимся с вами в светском учреждении, в музее-заповеднике Казанский Кремль с 1994 года. Поэтому намаз на улице слышно только лишь один раз в неделю, в пятницу. Ну, пятничный. То же самое касается колокольного звона. По двенадцатым праздникам, да, большим православным, на улице все остальное, внутри храма. Это тоже допускается. Внутри собора там звонницы есть. Колокольный собор у Богореческого была разрушена. Очень много у нас, конечно, утрат. Ну, и много вот создано. Хочется здесь подольше, да, вот такие цветы. Даже цвет сам вот голубой, зеленый. Знаете, и успокаивающий такой, и раздумие. Видеосъемка ведется вот с тех балкончиков во время мочеплазников. И, конечно, многие видят лавочки. Это не только для уставших туристов. Для тех, кто читать намаз может сидеть. Больные, беременных, пожилых, инвалидов, как там, ноги нет, как он, грубо говоря, там на колени встанет и так далее. То есть медицинские показания. Можно прямо в автобусе прочитать намаз. Вот, например, ты едешь, время намаза. Перед этим, конечно, мовением, да, вот так руки сложил, все, прочитал и все. То есть, а у тебя же нет возможности, ты же не будешь там где-то в проходе, что ли, там остановку он не сделает. Да, это тоже допускается. Главное, на земной поверхности. Поэтому в аэропортах, вы знаете, молельная комната есть. Ну, в самолете же он же в воздухе, да, то есть место для земных поклонов. Ажурная решетка. Вот здесь сделали женский зал, такой в виде балкончика. Это иранские ковры, ручная работа. И здесь, правда, не видно, вот за этим, где Минбар, там есть под стеклом такая ткань, черного цвета, украшенная золотой, вот эти, в арабской вязи. Знаете, что это за? Это кисла или кисла. Эта ткань покрывает Кааба во время хаджа. И до недавнего времени король Саудовской Аравии, это только из одного рода, Курайши, это в котором пророк Мухаммед. Вот одна только фабрика в Саудовской Аравии и только золотая нить. Золотая нить, настоящее золото. Вышивается вручную, и после хаджа эта ткань снимается кисла с Каабы и разрезается на фрагменты и дарится мечетям. Ну, как реликвия, опять же. То есть, что закрывало. Почему Кааба? Почему вот этот кубик? Дело в том, что, ну, опять же, по исламу, это место, где Адам построил первый храм. Ну, благодарность Аллаху за то, что он простил его грех. И потом пророки, которые пришли к Единобожию, достраивали, в том числе и Авраам, он же Ибрагим. Но пророк Мухаммед, пророк Мухаммеда, эти языческие вот эти там всякие символы, закрыл куб. То есть, Единобожие победило многобожие. И там есть такой небесный камень в Серебряной оправе. По поводу этого камня версия основная, что это астероид. А по исламу Адам попросил Аллаха напомнить ему о райских садах и что-нибудь не спаслать. Он ему отправил этот. Это был белый камень, но грешники, язычники прикасались к нему, и он почернел. Ну, вот, да, вы посмотрите, можете загуглить. Это уже вопрос веры. Да, он монтирован, ее уже никак там не вытащишь, не следуешь, что это... Скорее всего, это метеорит. Метеорит, ну, не зря же там, говорит, не спасла оттуда сверху. Метеорит, небесный камень, так называемый. Кааба. С арабского просто переводится куб. Понятие куба в геометрии. Кто? Арабы дали кааба. Да, им неудобно, вы замучите ЭМЦ, вот эти ИКСы, палочки ставить, там, ну, сейчас века только обозначается, культурный слой в археологии обозначается, да и все, пожалуй, римские цифры. Это у них музей. Знаете, как из Эйфелевой башни? В то время ее очень сильно ругали. Вы знаете, как ее ругали? Приоргидом Упассан называл железной уродиной, воткнутой в сердце Парижа. Да, сейчас без Эйфелевой башни представить Францию сложно. Да. И вот каждое утро завтракал на башне, говорят, что это единственное место в Париже, где-то уродина не видна. Ну, на башне же она не видна. Да, сейчас вот всего Франция, да, Эйфелевой башни. По сути, кусок рельсов такой. Вот же пушечный двор. Пушки, корабельная карамада. И Петровская барокко. Вот вам маленький Петербург, да, кусочек. Вот же ранний Петровская барокко. Все бьют, каждый час. И более того, малиновый звон на Спасской башне восстановили. Это вот в советское время было конструкторское бюро Прометей при Казанском авиационном институте. Булат Галеев, да, покойный, он изучал проблемы Святому. Поэтому и народ такую легенду трагическую придумал о трагическом конце царицы Симбеке. Она приезжает в Казань. Вот второй ее муж, Сафа Гирей, умирает в 1549 году. То ли заговор, то ли что. Неизвестный источник русский, который вот жил в Казани, видим, как пленник. Она после свадебного пира отпросилась, вышла на башню. Простилась любимым горным и бросилась вниз. Но не разбилась об острые камни, а превратилась в птица и улетела на небо, где стала звездой. Такую легенду придумал народ, ну вот как трагическую судьбу можно отметить. На самом деле никакой она башни не продала и так далее, не прыгала. Вот что, для христианина и для мусульманина такой грех это тихичайший, потому что самоубийство. До сих пор ни один мулай и так далее, как и батюшка, не будет отпевать самоубийца. Ну что, это ты на себя этот грех берешь, потому что если... У нас есть самоубийца в Тарстане, в Харонидове. Где-то в промежутке до 1694-1700 годами губернатором Казани была построена башня по образцу Боровицкой башни Московского Кремля. Видимо, у него амбиции тоже были такие столичные. Потому что Петр I в 1714 году запретил каменную строительство. И башни строили быстро. Три метра всего глубина фундамента. Это русская барокко, но вот первый ярус, видите, украшен квадратиком сверху. Мухарна с поясом, это в мусульманском зоне используется. Четыре трехчетвертные колонки, там украшают просто сейчас закрытые. Там внутри обычная лестница деревянная, всякие автографы, типа здесь был Вася, 1900 год. Ну там, автографы часто уж составляли. Но в 1777 году произошел трагический случай. И тогда, кстати, еще Казань празднование 800-летия хотел отпраздновать. По разным причинам этот юбилей не состоялся. Тогда главный юбилей, потому что в советском время, в советском Совете, какой был 1777 год? Юбилей революции 60-летия, Великой Октябрьской, Социалистической, Брежневской Конституции, там чего только не было. На 1778 год перенести, потом на 1779, а потом и махнули рукой, мол, когда-нибудь что-нибудь придумаем с датой Казани. В 90-е годы Шайми сказал, давайте не будем торопиться. Вот он, Московское зодчество. Вот он, это и в Троте Сергея Лаври, такой же храм есть в Московском Кремле, вы видите, только побольше. Ну а герб Татарстана, белый барс с поднятой лапкой. Это напоминает то, что болгары-барсилы основали государство в Волжской Болгарии. Васильевич выходит на балкон в трико. Да, в трико, в бесовской одеже. Да, в бесовской одеже. Вон, Казань растет, родного гора, там вообще болота были, камыши. На физре там на лыжах ходили, там север. В этом году, вот после универсиады, на ноябре месяце разбился самолет. Сейчас на вере есть Москва-Казань. 50 погибших было и вот рекмениханов. И там напротив, обратили внимание, еще одна церковь. Очень красивый храм. Там такие мы, значит, полы на днях выложили. Вообще это чудо. Святой Евдокии. То есть два приходских храма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, одна студентка из-за несчастной любви Казанского университета в 1977 году проникла и бросилась с башни. Естественно, не улетела наверх. Разбилась на спальне. Еще не были найдены. Видимо, гвардия хана стояла. Может предполагать только архитектуру. Это как в Болгаре на уровне только фундаментов и нижней части. А суть остается. Да, вы видите, фонтан какой с драконами. Посмотрите. Да. Да, очень красивый такой прям. Корону, да? Напоминает что-то такое. Петергол. Да, вот сейчас это первый ярус. Пока вот непонятно. Нам вообще информации мало о реставрации, честно. Могли побольше выложить. Здесь, ну, она давно уж обвешала. Туристы даже чуть ли не кирпичи брали на сувениры. Выковыривали. Да, здесь красиво еще ворота. Ну, пока вот сейчас. Потому что под нее основание закачали бетон в 70-е годы. А то, мало ли, упадет на губернаторский дворец. Конечно, не дадут упасть. Она же туда упадает. В ту сторону. Сползает холм. И в ту сторону кремлевский. Да. Ну, а здесь вот мавзолеи. Вы сейчас знаете, как выглядели? Два ханских захоронения в 70-е годы нашли. Костя перезахоронили там, куда мы и идем. Вот к этому хлопачку с птичками. А вот эти погребения не вскрыты. Здесь казанские ханы похоронены. Это точно, мы знаем, не только курбские. У этих ханов, например, более монголоидные черты лица. И так далее. Ну, вот здесь под колпачком вы видите два склепа. Два таких. Там дедушка и внук похоронены. Вот так я бы сказал. Два казанских хана рубежа 15-16 столетий. А, вот он как выглядел. Мухаммад Эмин. Началь 16 века. Вот видите, такие. Больше на чингизида, да, похожи? Скулы так выражаются. Скулы так выгляделые. Скулы так выглядели. Кюля и скулы там. Продолжение следует. Скулы так выглядели. Договорили, что у нас переместировали. Ту самую, которую в Мадеин Париж, из Парижа, из Парижа, из Парижа, в Казан. Вот еще здесь, Татька, видите, тоже решил, когда там пускался, вот, что это щей пускался. Здесь уж чигу, читается щегу, щей-печенька, да? Вот это, где мы ощущаем, чуть-чуть, чуть-чуть, кстати, чек-чек, это, что это дорожательная ножка, куда-то снизить, чек-чек-чек, Это манести чуть-чуть переборик, чек-чек, так, кусочек тесного. Трагадин. Я расскажу, кто-то, что там есть, есть на Торске.